Поворот точки А Вокруг оси перпендикулярной плоскости H в основной системе плоскостей проекций В и H Прямая, проходящая через точку О, перпендикулярна к плоскости H, служит осью вращения точки А Плоскость движения S с точки А перпендикулярна к оси вращения и, следовательно, параллельна плоскости H Отрезок ОА, радиус вращения точки А, проецируется на плоскость H в натуральную величину, как отрезок параллельной этой плоскости Проекция О малая А малая равна самому отрезку ОА Точка А при повороте ее вокруг оси вращения перемещается в плоскости движения S по окружности радиуса ОА Так как плоскость движения точки А параллельна плоскости проекции H, то окружность, по которой перемещается точка А, проецируется на плоскость H также без искажения На плоскость V эта окружность проецируется в виде отрезка прямой, совпадающей со следом S, V, плоскости движения точки А На модели показан поворот точки А в положение А первое На ортогональном чертеже, или Эпюремонже, горизонтальной проекции дуги, которая описывает точка А в пространстве, изображена без искажения Фронтальная проекция этой дуги показана в виде отрезка прямой линии на следе S, V, плоскости движения точки А Повернем точку А вокруг оси МН по часовой стрелке На Эпюремонже, точка А показана ее проекциями Отрезок МН прямой линии служит осью вращения точки А Ось вращения перпендикулярна к плоскости H Поэтому проекция оси на эту плоскость вырождается в точку Точка А при повороте вокруг оси МН перемещается в плоскости движения S, перпендикулярной к МН Следовательно, плоскость движения точки А горизонтальная плоскость На плоскости В она изображена в виде прямой линии Центр вращения точка О В этой точке ось вращения пересекает плоскость S Посмотрите это еще раз на модели На чертеже уже показан результат поворота точки А в положение А1 Проекция А перемещается в А1 Проекция А' в А'1 Определим натуральную величину отрезка АВ И угол наклона его к плоскости проекции H На чертеже отрезок АВ общего положения Выражен проекциями АВ и А'Б' Угол наклона этой прямой спроецируется на фронтальной плоскости проекции без искажения В том случае, если прямая будет вращаться вокруг оси перпендикулярной горизонтальной плоскости проекции H Это мы видим на прямом круговом конусе Образующее которого составляет один и тот же угол с основанием конуса Или его высотой во всех своих положениях Поэтому ось вращения должна быть перпендикулярна плоскости проекции H Чтобы прямая спроецировалась на плоскость V в натуральную величину Она должна быть параллельна этой плоскости Проведем ось вращения через точку B этого отрезка Закрепив тем самым эту точку на оси вращения Покажем поворот отрезка АВ так, чтобы он спроецировался на плоскость V в натуральную величину И определим угол наклона этого отрезка к плоскости H Центр вращения точки А находится в точке О Плоскость движения этой точки, горизонтальная плоскость, показана фронтальным следом S, V Отрезок АВ после поворота представлен параллельным плоскости V Проекция H'1B' выражает натуральную величину отрезка AB Угол альфа, угол наклона этого отрезка к плоскости H На чертеже показано преобразование отрезка прямой AB общего положения В проецирующий отрезок Вокруг невыявленных осей вращения Этот способ называется плоско-параллельным перемещением Рассмотрим последовательность построений Для получения натуральной величины отрезка Его следует повернуть вокруг некоторой невыявленной оси Перпендикулярной плоскости проекции H Горизонтальную проекцию AB прямой следует представить параллельной направлению оси проекций Ее новое положение A'1B'1 перпендикулярно линии связи Тогда фронтальная проекция H'1B'1 отрезка выразит натуральную величину Второй поворот представим себе вокруг оси перпендикулярной к плоскости V Проекцию H'1B'1, как показано на чертеже Представим в положении H'2B'2 перпендикулярно направлению оси проекций Горизонтальная проекция прямой вырождается в точку На этом чертеже отсутствует ось проекции Поэтому для получения нужного положения проекции прямой используются линии связи Рассмотрим на модели поворот плоскости P общего положения заданной следами и преобразуем ее во фронтально проецирующую Плоскость P поворачивается вокруг оси перпендикулярной к плоскости проекций H При таком вращении не изменяется угол наклона плоскости P к плоскости H Точка L, точка пересечения оси вращения с плоскостью P, остается неподвижной Когда плоскость P займет фронтально проецирующее положение ее фронтальный след пройдет через фронтальную проекцию точки L Горизонтальный след плоскости станет перпендикулярным к плоскости V И к оси проекций H Выполним эти построения на Эпюремонже Для поворота плоскости P взята ось перпендикулярная к плоскости H и проходящая через неподвижную точку L этой плоскости Радиус вращения L, M, поворота следа P, H проведем перпендикулярно к этому следу Повернем L, M в положение L, M1 и проведя в точке M1 перпендикуляр к L, M1 получим горизонтальный след P, 1, H плоскости P в ее фронтально проецирующем положении P, 1 Фронтальный след P, 1, V проходит через точки P, X и L штрих На Эпюремонже показано преобразование плоскости треугольника общего положения во фронтально проецирующую плоскость На рисунке изображен треугольник A, B, C во фронтально проецирующем положении Горизонталь плоскости треугольника в этом положении перпендикулярна плоскости проекции V На Эпюре ось вращения должна быть перпендикулярна к плоскости H При повороте вокруг такой оси горизонтальная проекция треугольника своей величины не изменит А изменится лишь только положение этой проекции Проведем горизонталь A, 1 плоскости треугольника Повернем ее до положения перпендикулярного к плоскости проекции V Для этого проведем отрезок O, 2 перпендикулярно горизонтальной проекции горизонтали и повернем его в положение O, 2, 1 Тогда проекция горизонтали A, 1 займет положение A, 1, 1, 1 Построим новую горизонтальную проекцию A, 1, B, 1, C Конгруэнтную, то есть равную проекции A, B, C заданного треугольником Строим фронтальную проекцию B'1, A'1, C' Это будет отрезок прямой линии Взяв еще одну ось вращения перпендикулярную к плоскости проекции V и проходящую через точку B повернем треугольник в положение параллельной плоскости H Получим проекцию A, 1, B, C, 1 определяющую натуральную величину этого треугольника На модели показаны основные плоскости проекций V и H Горизонтальная прямая KL, служащая осью вращения для точки A Горизонтально проецирующая плоскость T проходящая через точку A перпендикулярно горизонтальной прямой KL является плоскостью движения точки A Точка A при повороте вокруг оси KL описывает в плоскости T дугу окружности из центра L радиусом LA Этот радиус спроецируется на плоскости H в натуральную величину когда расположится параллельно этой плоскости На модели показано такое положение радиуса вращения точки A Так как плоскость T не параллельна ни плоскости V, ни H то расположенная в ней дуга траектория движения точки A при повороте этой точки вокруг оси KL проецируется с искажением на V и на H На плоскость H дуга окружности плоскости T проецируется в отрезок прямой а на плоскости V в виде дуги эллипса Покажем, как можно избежать построения дуги эллипса на чертеже Перед вами модель плоскостей проекции в развернутом виде точка A ось вращения KL и центр вращения L представлены проекциями горизонтальный след TH плоскости T в которой перемещается точка A при повороте ее вокруг оси KL Показано также построение точки A после ее поворота в положении A1 при котором радиус A с чертой L спроецировался на плоскость H без искажения найдем натуральную величину радиуса вращения точки A выраженную проекциями L'A' и L'A натуральную величину радиуса вращения определим как гипотенузу прямоугольного треугольника с катетами L'A' и H'1 L'A' с чертой натуральная величина радиуса вращения точки A отложим отрезок L'A' на следе TH плоскости в которой происходит поворот точки A вокруг горизонтали KL получим горизонтальную проекцию A'1 точки A после ее поворота по проекции A'1 найдем проекцию A'1 то есть проекции точки A после поворота в положении A'1 в этом положении расстояние точки A до центра L то есть радиус вращения L'A'1 проецируется на плоскость H в натуральную величину определим натуральную величину треугольника вращением его вокруг горизонтали на эпюремонже изображена плоскость общего положения заданная треугольником в проекциях если же этот треугольник расположить параллельно одной из плоскостей проекций например H то проекция треугольника на эту плоскость изобразится в натуральную величину выполним это с помощью способа вращения осью вращения возьмем горизонталь плоскости треугольника и проведем ее через вершину C точка C будет неподвижной так как лежит на оси вращения построим фронтальную проекцию горизонтали для этого через проекцию C' точки C проведем горизонтальную прямую до пересечения в точке D' с прямой стороны AB на этой прямой находим проекцию B, D и проводим горизонтальную проекцию C, D горизонтали горизонталь показана в проекциях C' D' и C, D Повернем треугольник вокруг выбранной горизонтали до положения параллельного горизонтальной плоскости проекции H плоскости движения вершин треугольника A и B параллельны между собой и перпендикулярны оси вращения следы этих плоскостей T1H и T2H определим натуральную величину радиуса вращения точки A центр ее вращения находится в точке L с проекциями L и L' Величину радиуса вращения определяем как гипотенузу прямоугольного треугольника с катетами AL и А малая А с чертой где А малая А с чертой равно А' 1 получим проекцию А1 определили новую горизонтальную проекцию точки А в смещенном положении через точки D и А1 проводим прямую до пересечения со следом T2H получаем проекцию B1 точки B после поворота следовательно сторону А1 B1 проводим стороны А1 С и С B1 проекция треугольника А1 С B1 определяет натуральную величину треугольника Фронтальная проекция треугольника она не показана после поворота получается на фронтальной проекции горизонтали служащей осью вращения то есть на прямой С штрих Д штрих на модели на модели показана плоскость P заданная ее следами P V и PH плоскость P можно повернуть вокруг одного из следов например PH до совмещения с плоскостью проекций H этот способ преобразования называется совмещением за ось вращения взят след PH и вокруг этого следа повернут след PV до совмещения его с плоскостью проекции H он как бы отрывается от плоскости V и совмещается с плоскостью H след PV поворачиваем вокруг следа PH как прямую плоскость вокруг горизонтали этой плоскости след PH является нулевой горизонталью плоскости P лежащей в плоскости H возьмем точку N на следе PV п и повернем ее в плоскости движения перпендикулярной к следу PH как к оси вращения точка N после совмещения с плоскостью H окажется в положении N нулевое на следе плоскости движения точки N точка N нулевое получается при пересечении следа P V нулевое с дугой окружности радиусом PX N штрих так как отрезки PX N штрих и PX N нулевое равны между собой угол между следами в совмещенном положении представляет собой натуральную величину угла между следами PH и PV в пространстве точка A принадлежащей плоскости P принадлежит горизонтали повернем точку A в плоскости движения R до тех пор пока она не совместится с плоскостью H точка A окажется в положении A нулевое на горизонтали N нулевое A нулевое на Эпюремонже построим совмещенное положение плоскости P заданной следами PV и PH до совмещения с плоскостью H на следе PV возьмем точку N ее проекциями N штрих и N горизонтальный след плоскости движения точки проведем перпендикулярно к следу PH построим отрезок выражающий натуральную величину радиуса вращения точки N вокруг следа PH обозначим его О N с чертой это построение вам знакомым проведем проведем из точки О дугу радиусом О N с чертой и найдем точку ее пересечения со следом плоскости движения точки N получена точка N нулевое то есть точка N следа PV совмещенная с плоскостью H проведем прямую PX N нулевое это фронтальный след плоскости P в совмещенном положении можно и не находить натуральную величину радиуса вращения точки N как мы делали в предыдущем примере используем используем то что отрезки PX N штрих и PX N нулевое равны для этого достаточно провести дугу из точки PX радиусом P повернем точку A вокруг прямой MN общего положения на угол альфа плоскость движения P точки A должна быть перпендикулярна прямой MN так как прямая MN общего положения следовательно и плоскость движения точки A также общего положения в системе VH при этом окружность по которой должна перемещаться точка A в плоскости P проецируется на V и H в виде эллипса чтобы избежать построения этих эллипсов в проекциях на V и H преобразуем прямую MN так чтобы она оказалась проецирующей в дополнительной системе плоскостей проекций введем дополнительную плоскость проекций S перпендикулярно к плоскости H и параллельную прямой MN затем введем еще одну дополнительную плоскость T перпендикулярную к плоскости S и к прямой MN в системе T S получаем точку АТ и вырожденную проекцию прямой MN точку МТ совпадающую с НТ повернем точку А на угол альфа из точки МТ проводим дугу радиусом МТ АТ соответственно углу альфа получим новую проекцию А1Т находим А1С и затем получаем остальные проекции А1 по расстоянию проекции А1Т от оси СТ и проекцию А'1 по расстоянию проекции А1С от оси СН СН Точки А'1 и А1 являются проекциями точки А после поворота ее вокруг прямой МН на угол альфа Примером вращения вокруг прямой общего положения для передачи вращения под углом к ведущей оси является карданная передача автомобиля Рассмотрим другой пример Вращение вокруг оси МН ввести точку К в плоскость заданную треугольником АВС Проведем плоскость движения С с точки К перпендикулярна к оси вращения Она представлена фронтальным следом СВ О' и О центр вращения точки К РК горизонтальная проекция радиуса вращения выражает натуральную величину радиуса вращения Точка Точка перемещается в плоскости движения С по дуге окружности радиуса вращения РК и тогда когда она окажется на линии пересечения плоскостей С и АВС то есть на горизонтали 1-2 она будет введена в плоскость треугольника Найдя проекции К первое и К второе точки К определяем К штрих первое и К штрих второе Рассмотрим еще один пример Определим расстояние от точки D до плоскости заданной треугольником АВС На Эпюре Монжа треугольник и точка заданная проекциями